депутатам. Не досчитались нескольких тысяч человек. Почему в городских поликлиниках сокращается количество пациентов? Улыбаться и танцевать. Как еще согреться в ледяную стужу? Новый взгляд на культуру потребления. Кто дарит вторую жизнь ненужным вещам? Сегодня члены конкурсной комиссии провели рейтинговое голосование за кандидатов на должность сети-менеджера Норильска. Напомним, в конце 2013 года руководитель городской администрации Алексей Ружников ушел в отставку. В связи с этим 17 декабря горсовет объявил конкурс на замещение этой должности. Он проходил с 9 по 28 января. На должность сети-менеджера претендовали депутаты горсовета Виталий Толстов и Михаил Андрушко, а также нигде не работающий Евгений Позняков. По итогам рейтингового голосования первое место занял Евгений Позняков. Отбор кандидатов проводится по профессиональным качествам, по собеседованию, так как они готовят доклад об основных направлениях экономического и социального развития города Норильска, об организации работы городского хозяйства. То есть вот по каким-то таким критериям, по той информации, которую он довел до членов конкурсной комиссии, большинство членов конкурсной комиссии поставило ему первое место. Завтра победившего кандидата должны утвердить депутаты на сессии горсовета. Согласно уставу города, руководитель администрации назначается на 5 лет, но есть и дополнительное положение, согласно которому сети-менеджер занимает свою должность на срок полномочий горсовета. Таким образом, новый руководитель администрации будет занимать свою должность около трех лет. Нескольким тысячам жителей Норильска придется изменить привычный маршрут до поликлиники. В первой медсанчасти сокращены шесть терапевтических участков. И теперь некоторым пациентам нужно обращаться во вторую поликлинику. Сокращение участков специалисты управления здравоохранения связывают с оттоком населения из Норильска. Каждый терапевт по закону должен обслуживать 1700 прикрепленных к его участку пациентов. Не больше и не меньше. Раньше в каждой поликлинике центрального района эта цифра держалась стабильно, но в последние годы стало заметно снижаться. В поликлинике, что на Солнечном проспекте, практически на каждом участке потери в 200-300 человек. Поэтому их решили доукомплектовать пациентами первой поликлиники. Пусть пациенты не переживают и не беспокоятся. Медицинская документация сохранена, передана с одной поликлиники в другую. Соблюдены все, скажем, принципы документа оборота. Поменять привычный маршрут придется как минимум 3 тысячам пациентов. Это жители центрального района, проживающие в некоторых домах по Ленинскому проспекту на улице Московской, Кирова и Севастопольской, 13. Новый терапевт ждет на прием и жителей еще нескольких домов. Улица Толнацкая, дом 1, 7. Улица 50 лет Октября, дом 13. Улица Мира, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 6В, 6А, 6Б, 6Г, 8А. Улица Ленинградская, 6А, 8, 1, 3. Улица Нансена, 100, 102. Улица Бегичева, 39А. Металлургов, 29, 29А. 5 тысяч пациентов проживают в Аганере, но их изменения коснутся заочно. Аганерская амбулатория, которая официально теперь будет относиться ко второй поликлинике, находится непосредственно в Аганере и посещают терапевта-жители, не выезжая из своего района. А на прием к узким специалистам-аганерцам обращаться придется по прежнему адресу, в первую медсанчасть на Толнахской, 76. Стоит сказать, что сокращенные 6 участков вели врачи по совмещению, так что без работы и специалистов никто не остался. Оксана Завгородняя, Алексей Демин, Вести, Норильск. Миномер науки решила изменить систему подготовки учителей. Соответствующий проект уже готов для обсуждения. Претензии к выпускникам профильных учебных заведений масса. Не умеют работать с коллективом, не готовы перейти на новые школьные стандарты и, что вовсе удивительно, не любят детей. Как избавить школу от плохих педагогов? Какой отбор проводить для абитуриентов будущих учителей? Своим мнением в интервью нашей программе поделился начальник управления образования Норильска Андрей Колин. Может быть, использовать какую-то систему оценки качества, которая по окончанию определенного курса вуза будет определять готовность педагога для работы в образовательном учреждении. Ну и дать тогда возможность этому молодому специалисту определять, идти получать знания дальше или, если он готов и считает, что может работать в школе и получать образование. Полную версию интервью начальника управления образования смотрите сегодня на телеканале Россия 24 Норильск в 21.30. Уже в скором времени судьи и дипломаты могут лишиться дорожной неприкосновенности. Сотрудники ГИБДД могут получить право отстранять от вождения чиновников, если они грубо нарушили правила дорожного движения. В частности, это будет возможно, если за рулем пьяны. В подобных случаях полицейский сможет заблокировать машину нарушителя, снять с нее номера и эвакуировать. Добавлю, что Красноярский край попал в лидеры по количеству пьяных водителей. Свою долю в неприятную статистику внес и Норильск. В прошлом году на дорогах города задержали 660 таких автовладельцев. Морозный январь этого года не стал исключением. Стражами порядка выявлено 13 нетрезвых водителей. В Норильске прошла четвертая конференция исследователей таймыра. В течение года историки, туристы и краеведы совершали походы, проводили исследования. И конференция стала своего рода отчетной трибуной, где были подведены итоги научной работы. Подробнее расскажет Оксана Завгородняя. Очень скоро, пока юридически не оформленная организация людей, объединенных любовью к истории, приобретет совсем другой статус. Статус официального клуба исследователей таймыра. Как раз сейчас документы проходят необходимую регистрацию. С такой хорошей новостью началась работа историков. Педагог дополнительного образования Жанна Переиславец свой доклад посвятила историческому музею школы номер один. Эта школа является первым в Норильске среднеучебным заведением. И здесь в свое время учились знаменитые личности, такие как композитор Борис Вершинин или певец Владислав Кивко. В музее хранятся уникальные материалы, в том числе и личные вещи выдающихся людей, которые учились в 50-60-х годах. Сбором предметов заняты педагоги вместе с учащимися. Они нам дарят аттестаты об окончании школы, вот дарят семейные документы. Веревкин Владимир Федорович, тот нас прямо загрузил научными трудами. Со своей исследовательской работы приехали и краеведы из Дудинки. Эмилия Туркова увлекательно рассказала об экологическом проекте «Сохраним холод в Арктике». Он уже успешно реализуется в Таймырском краеведческом музее. В рамках этого проекта сотрудники ежегодно проводят Международный день защиты Арктики, который призван привлечь народ к проблемам самой макушки земли. После выступления дудинчанку буквально засыпали вопросами. В основном всех интересовала судьба мамонтенка Жени, найденного на Таймыре в позапрошлом году. Сейчас этот мамонт находится на изучении в Санкт-Петербурге, в зоологическом институте Российской академии наук. И в скором времени из него уже будут изготавливать смонтированный скелет. Но это будет вроде как что-то вроде чучело. Интересно публике было послушать и отчет туриста Евгения Чурикова о сплаве по реке Микчин, где за 12 дней приключений путешественники прошли более 200 километров. Для многих это был первый дальний поход. А смельчаки туристка краеведческого клуба Аян и Толнах Норт прошлой весной забрались еще дальше. 25 дней они бродили в самом отдаленном и малоизученном участке Плата Путорана. Туристы на лыжах по бирюзовым льдам и живописным каньонам прошли более 400 километров в западной части заповедника. На озере Собачьем туристы обнаружили заброшенную рыбацкую избу малочисленных народов Агдо. А на полуострове каменном озеро Ламы большой деревянный дом, построенный еще в 39-м заключенными Норелага. Было очень много интересного. Во-первых, для нас новизной именно в спортивном плане являлось это прохождение естественных препятствий. То есть в каньонах это ледопады разной сложности. Нам посчастливилось в этом году наконец-то приобрести нужное для этого спецснаряжение. Всего на конференции выступило более 20 участников и каждый поделился своими наработками за год. Поговорили и о проблемах, в частности о пожарах в тундровых зонах и в первую очередь на самом популярном месте отдыха норильчан – Красных Камнях. Решили привлечь к этой теме и депутатов. Очень хочется к следующему лету найти способ уборки мусора в этом районе, который в основном и становится причиной возгораний. Оксана Завгородняя, Александр Усатенко, Вести Норильск. В Красноярске набирают обороты молодежная акция «Хватит холодать». В декабре на улицах города появились фигуры людей, вмерзших в лед. Так организаторы привлекали внимание к своему начинанию. Сейчас активно заработала телефонная линия, где дают советы, как не замерзнуть в минус 30. Перед тем, как отправиться на съемки репортажа, в 30-градусный мороз мы решили позвонить по телефону теплой, как ее называют сами организаторы, линии. Нам посоветовали поесть пельмени, котлет или вареников. 75% своей энергии эта пища отдает на обогрев тела. Наденьте дополнительный слой одежды. Обязательно наденьте шапку, варежки и теплые носки. Все потому, что голова, кисти, рук и ноги выделяют больше 50% тепла всего организма. А вот если позвонить по согревающему телефону с улицы, автоответчик предложит танцевать. Двигайтесь, вот вам музычка. Стопайте ногами, вращайте телом, двигайте руками, одновременно сильно растирая ладони друг от друга. Есть, правда, и более изощренные советы. Использовать телефон в качестве грелки, включив сразу несколько приложений, смеяться или правильно дышать. К сообществу уже присоединились полторы тысячи горожан, при том, что морозы для сибиряков должны быть вполне привычны. В 70-м году 27 января было минус 25, в 80-м стоял мороз под 30, в 90-м минус 27. У нас все было закрыто. Руки, ноги, все. Этого достаточно. Ну, я вообще люблю мороз. Так что мне даже комфортно. Теплая одежда, горячий завтрак утраем, зарядка, ну, чтобы кровь бодрее бежала. Что еще? Любовь. На этой неделе организаторы готовят очередное продолжение акции. Мы будем кормить людей пелеменями, так раскрою вашей компанией небольшой секрет. Вот. А также выдавать теплые средства согрева. Это все тоже в течение недели ждет наших красноярцев. Где и когда? На остановках города. Ждите. Между тем, красноярцев нужно не только учить не замерзать, но и воспитывать в них отношение к подобным акциям. Вот таких человечков, вмерших в лед по городу, на начало акции было пять штук. В итоге остался только один, вот этот, на улице Ленина. Остальных разбили или увезли, например, к себе на дачу. Мария Семенова, Григорий Зимин, Вести, Красноярск. Как найти достойное применение устаревшим предметам обихода? От них не обязательно избавляться. Ненужные в быту вещи можно выгодно обменять. К примеру, обычный стакан на интересную книгу. Подарить вторую жизнь отслужившим свое вещам решили волонтеры молодежного центра. Они запустили в городе акцию «Дармарка». Такого в Норильске еще не было. Организаторы уверены, это позволит по-другому взглянуть на культуру потребления. Комната молодежного центра как последнее пристанище. Здесь старые вещи находят новых хозяев. Сегодня в очереди на усыновление появились баскетбольный мяч, пара книг и наборы для детей. Однако не все приходят сюда для выгодного обмена. Для некоторых это выражение жизненной позиции. Зачем выбрасывать то, что может пригодиться другим? Я принес пазлы. У меня сестра как бы ими в детстве играла, и сейчас ей уже не нужны. Принесла несколько книг, которые уже сама прочитала, выбрала себе новую. Мне вообще кажется, что это очень здорово. То есть не обязательно ровноценно менять вещи. Я могу принести хоть магнитик, а взять себе что-нибудь, действительно, что мне понравилось. География ассортимента на вкус и цвет. Одна из участниц акции решила поменять дома шторы. Старые принесла сюда. Есть обувь для самых маленьких и пиджаки, ношенные, правда. А вот рубашки новенькие, в фабричной упаковке. Много детских игрушек. Иные товары долго не залеживаются. Парочку мобильных телефонов с фотоаппаратом Polaroid разобрали, как горячие пирожки. Есть и рекламная доска с номерами телефонов. Одни предлагают, другие заказывают. Если сошлись в желаниях, созваниваются и обмен устраивается на дому. Идея бесплатной ярмарки перекочевала в Заполярный Норильск с большой земли. В крупных городах страны существует даже целое сообщество менял со своей философией. И Норильская дармарка не исключение. Здесь кроется более глубокий смысл, чем простой обмен полезными вещами. Как раз таки оно направлено на экологическое просвещение людей, привитие, наверное, культуры потребления вещей, которые возможно применить в жизни. То есть понятно, что мы можем вещи и не выбрасывать, мы можем давать вещам вторую жизнь, тем самым не загрязняя нашу планету. Подобную сознательность уже успели проявить свыше ста человек. Принять участие в акции можно до конца этой недели. Вещи, оставшиеся без нового владельца, будут отправлены в детский дом или отложены до следующей дармарки. Летом волонтеры собираются провести акцию в уличном формате. Маргарита Батыченкова, Анатолий Оплеснев, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Очередная творческая планерка прошла под девизом благотворительности. Деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на строительство народного памятника Николаю Урванцеву. Сколько было собрано средств и как прошел концерт, расскажет Елена Степаненко. Перед началом планерки зрители могли поучаствовать в неформальных выборах. Проголосовать нужно было за понравившийся вариант будущего памятника Николаю Урванцеву. Вот только на выборах избиратели ставят галочку напротив фамилии кандидата. Здесь же нужно было положить конфетку в так называемую урну с номером. С самого начала стало понятно, что в зале и на сцене собрались люди талантливые, с отличным чувством юмора. Оглашение итогов зрительского голосования – первый тому пример. Конечно, голосование леденцами было интересно, но количество выданных, количество в урнах глубоко не соответствует. Некоторые при попытке взять леденец для голосования пытались взять в меню. В урну кидали один. В итоге наибольшее количество голосов зрители отдали варианту памятника под номером два. Минуя зрительскую статистику, плавно перешли и к самому концерту. Тема встречи на этот раз – «Снег. Судьба моя». И первая композиция – хит 80-х от ведущей планерки. Тема снега была выбрана не случайно. Ведь норильчане могут наблюдать это явление природы 280 дней в году. Самый ранний снег выпал в начале сентября. На встрече пели не только о снеге, но и о зиме, холодах и почти всегда о морозном Норильске. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. На планерке даже вернулись к теме Нового года. Конечно, какая зима без этого веселого праздника? Расскажи, снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? А за тобой я бегал, Дед Мороз. Правил в одни мало, я горьких слез. А Дед Мороз из ансамбля «Олимп» не только спел, но и станцевал в окружении веселых снеговиков. На протяжении всего вечера в зале царила атмосфера непринужденности, веселья и доброты. Смотрю, все люди, которые здесь находятся, они полностью отдают себе работу. Это великолепное мероприятие, которое позволяет пообщаться в непринужденной обстановке, как-то отойти от трудовых будней, расслабиться и пообщаться на наши жизненные, житейские темы. Оценили присутствующие благотворительную направленность встречи. Сбор средств на памятник Николаю Николаевичу Урванцеву, по их мнению, должен быть именно народным. Чтобы здесь культура существовала, существовал сам город, нужно такие акции проводить именно на памятнике, чтобы у нас город рос, возрождался, был еще красивее, достойнее, привлекательнее для всех. Любыми средствами надо собирать, наверное, все-таки это как бы наш памятник, это должно быть, тем более Урванцеву. К слову, продажа входных билетов позволила пополнить копилку сбора средств на памятник еще на 200 тысяч рублей. Елена Степаненко, Алексей Демин, Вести, Норильск.